здравствуйте дорогие радиослушатели и все кто нас смотрит на нашем youtube канале в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго ее постоянные ведущие эдуард грумер и геннадий проймер а сегодня мы беседуем с украинским политиком депутатом верховной рады а как независимый по моим кандидат если не ошибаюсь алексеем гончаренко алексей добрый вечер добрый вечер я вхожу во фракции европейская солидарность верховной рады вот это уточнение спасибо большое алексей я вообще хочу вас поблагодарить за вот эту возможность с вами побеседовать потому что у вас довольно позднее время и то что вы согласились побеседовать для наших радиослушателей всех кто нас смотрит на youtube канале это очень большое как сказать удовольствие удовольствие и спасибо большое спасибо за приглашение алексей а украина большое независимое государство естественно как в любом государстве которая у которой очень большой и долгий путь а есть большие проблемы я употребляю слова большие всегда потому что это как бы дает понятие того что сегодня происходит какая а самое главное на вас взгляд проблема укрой украины сегодня то главная проблема украины сегодня это российская агрессия это очевидно она уже забрала жизни 13 тысяч человек оккупирован крым половина донбасса и это самая главная проблема украины а алексей а вы являетесь самым наверное громким оппонентом действующего президента зеленского а можете вам сказать а что произошло с президентом последнее время потому что его действия стали более жесткими по отношению к россии и к тем кто является ну наверно проводниками российской политики в украинской политике а потому что все в каком-то смысле и политологи и политики удивлены последними его действиями закрытиями пророссийских каналов и введением санкций против кума то есть близкого человека владимиру путину господина матвейчука медведчика никто точно вам не скажет сегодня что произошло с президентом действительно есть ощущение что президент поменялся возможно что речь идет о том что поменялся президент сша и джозеф байден больше внимания обращает на ситуацию в украине вполне возможно что это является причиной в том числе смены в определенной мере даже можно сказать курса действующего президента украины владимира зеленского действительно в последнее время мы видим такие жесткие решения связанные с закрытием пророссийских телеканалов которые превратились инструменты пропаганды поэтому закрытие это можно только поддержать введение санкций против виктора медведчука и его приближенных это действительно кстати такие санкции сша ввела еще 2014 году против медведчука то есть это шаги безусловно правильно то же время есть и вещи которые вызывают вопросы сегодня например в украине там объявлен приговор про украинскому активисту сергею стерненко ему дали 7 лет тюрьмы прямо сейчас в киеве возле офиса президента проходит акция протеста украина продолжает покупать российскую электроэнергию например при том что имеет собственные мощности по выработке достаточного количества для себя и для экспорта вместо этого сегодня мы покупаем российскую электроэнергию что учитывая войну с россией выглядит странно то есть сегодня политика зеленского стал какой-то двоякой и только ближайшее время покажет насколько серьезного действительно то изменение курса которое мы видим в последние недели алексей вы сторонник тесного сотрудничества с сша как вы думаете вот то что джо байден стал президентом сша учитывая а скандал с его сыном хантером теми событиями в украине которые с хантером происходили как это может повлиять на взаимоотношения украины и сша ну я не думаю что какая-то история связана с хантером байденом уже влияет на отношения между сша и украиной тему это явно пытались разыграть во время президентских выборов сша и закончился это ничем я здесь хочу сказать что я ни в коей мере не помешиваясь монти политические дела в сша я хочу поблагодарить администрацию дональда трампа его лично за введение санкций против северного потока 2 за предоставление украине летального оружия я хочу поблагодарить новую администрацию джозефа байдена за то за его последние заявления в том числе на мюнхенской конференции безопасности о том что поддержка суверенитета территориальной целостности украины это единственная правильная политика со стороны запада и она должна продолжаться и за его уже шаги мы видим что он поднял вопрос украины в разговоре с путиным своим первым мы видим расширение санкций против северного потока 2 соответственно я очень рассчитываю что украина будет иметь двух партийную поддержку в соединенных штатах америки и со стороны демократов и со стороны республиканцев потому что сегодня украина защищает ценности демократического мира против вот этого тоталитарного уже фактически режима который построил владимир путин который зиждется на убийствах внешней агрессии тотальной коррупции и ну просто фактически новая империя зла алексей а 8 октября восемнадцатого года на заседании пассе вы выступали в больших таких резиновых перчатках рассказывая объясняя евро депутатам о том что такое россия ну наверное перчатки правильно я имею ввиду что в то время случился скандал со скрипалями и всем было понятно что россия это опасный отравитель вы пытались достучаться до сердец европейских парламентариев совсем недавно вы снова выступили достаточно жесткой речью критикой российской политики но опять же как мне кажется реакция европы недостаточно серьезно как вы считаете почему европа не слышит наверно вас хотя вы достаточно громко и убедительно говорите о том что нужно делать в поддержку украины или против россии ну проблема в том что я думаю для многих депутатов европейских во первых там есть безусловно пророссийское лобби ним бессмысленно и стучался живут за деньги газпрома и в этом смысле все устраивает но это меньшая часть большая часть мыслит категориями европейскими категориями просто диалога им кажется что нужно вести диалог и собственно ради этого создавались такие площадки как совет европы и их можно понять их логику можно понять сожалению они просто не дают себе отчет с кем они имеют дело в случае с владимиром путиным что это классический агрессор который любой компромисс воспринимает как слабость который любую попытку диалога воспринимает как слабость и знак того что нужно еще сильнее давить единственное что уважают агрессор это сила вот последняя история вокруг алексея навального она отрезвляет на глазах многих из них действительно тогда восемнадцатом году после попытки отравления скрипалей я выступал этих перчатках как знак того что россия токсична жизнь жизнь показала что к сожалению и и в дальнейшем россия идет такую политику снова новичок теперь уже в отношении на алексея навального и там снова избиение людей в том числе детей в центре москвы и других крупных российских городов на акциях в поддержку навального то есть путин делает многое чтобы у европейцев открылись глаза и постепенно они у них открываются но это все происходит медленно с трудом и им хочется зажмуриться и представить себе что вот можно построить вот ту самую европу от владивостока до лиссабона благостно и прекрасно я тоже бы хотел видеть европу от владивостока до лиссабона только не должно быть так чтобы лиссабон стал похож на владивосток а должно быть наоборот и сожалению вот в этом вот втором пути пока продвижения никакого нет а скорее регресс и от последний визит барреля это главы европейской дипломатии в москву который закончился полным фиаско еще раз свидетельствует нам о том кем является сегодняшняя путинская россия чем алексей а в начале нашей беседы вы сказали что главная проблема украины сегодня эта война если какие-то действенные решения этой проблемы чтобы вы как опытный политик а вы опытный политик могли бы допустим посоветовать президенту зеленскому если вдруг он к вам обратиться вот какие шаги нужно сделать чтобы война закончилась все таки когда-то владимир зеленский но не так давно но в принципе два года назад во время избирательной кампании заявил такую программу окончания войны с россией достаточно просто прекратить стрелять это было его прямая цитата и вот как бы все очень просто давайте прекратим стрелять и война закончится но как оказалось уже скоро два года как он президент этого недостаточно и украинские солдаты и офицеры продолжают гибнуть на востоке украины и попытка просто прекратить стрелять ничего не дала да и не могла ничего дать потому что владимир путин ведет войну не против петра порошенко как мне кажется искренне думал зеленский когда-то а ведет войну против украины и любого украинского президента который будет нашу страну защищать и отстаивать поэтому сказать вам что сегодня у украины есть какой-то механизм остановить войну его просто нет потому что эту войну не украина начинала и военным путем и разгромить россию не можем она существенно сильнее нас в военном отношении это если не говорить о том что это ядерное государство если даже об этом на секунду забыть это крупнейшая армия в континентальной европе это в десятки раз больше военный бюджет поэтому победить военным путем у нас возможности нет а в остальном это ситуация когда мы должны давить на россию через санкции через международное давление ну и как мы понимаем это давление может быть эффективным а может и не быть и ключи от мира находятся к сожалению не в киеве а в москве у путина путин может остановить войну в любой момент только он это делать не собирается алексей вот задам вам сейчас такой вопрос у вас есть два поклонника в кавычках сразу два поклонника в кавычках вашего политического таланта ораторского таланта это госпожа скобеева и господин соловьев они чаще всего обращают на то что вы говорите как вы говорите где вы выступаете в том числе и вы обращаете внимание на их деятельность вы были в испании в италии возле так называемой дачи владимира соловьева и спаси вы оппонировали госпожа скобеевой вопрос в чем как вы думаете почему украина не может подать в международный розыск людей этих двух как разжигателей войны как пропагандистов насилия и вопрос их пребывания в европе был бы наверное решен как вы считаете и вообще можете описать этих двух людей с вашей точки зрения я с вами здесь могу только согласиться что украине надо более жесткую позицию занимать по моему обращению избу ведет там следствие в отношении соловьева но это все как-то долго тянется и можно бы сбу это служба безопасности украины аббревиатура и можно было бы намного мне кажется быстрее было бы уже переходить каким-то выводом действительно подавать их в розыск и усложнять им их перемещение по европе потому что они как и все остальные великие защитники русского мира стремятся защищать русский мир из европы и соединенных штатов америки откуда-то вот оттуда я действительно показывал виллу соловьева на озере кома за миллионы евро впечатляет я показывал квартиру первой жены и дочери пескова в париже пескова пресс-секретаря путина я показывал особняки единороссов в вене все они впечатляют и показывают во первых что это люди которые грабят свой собственный народ а во вторых что сами не верят в ту пропаганду которую льют и свое будущее и своих детей видят в европе а совсем не вологде или караганде что касается в целом этих персонажей то конечно на их руках кровь пропагандистская война в нынешних условиях она не менее значимая чем война вот горячая и собственно говоря осуществляемое оружием неизвестно кто больше убил людей какой-то танкист или снайпер российский или соловьев и скобеева я даже думаю что скорее вторые потому что не разжигают ненависть они заряжают вот этой ненавистью людей и из-за их усилий льется и льется кровь потоками в том числе по украине и конечно они должны нести за это ответственность алексей как вы считаете скобеева соловьев они искренне в своей пропаганде или это просто работа просто про профессиональная они говорят что они журналисты они может быть действительно верят в то за что они на экране борются ну с господином соловьевым господина соловьева я и своей жизни не видел никогда лично судить по экрану с экрана довольно сложно но если посмотреть на его виллу на озере кома есть большие сомнения потому что если бы он действительно считал что запад это только вот как он там рассказывает о западе очаг я не знаю чего всех грехов и и разложения вряд ли бы он там стремился свить свое гнездо и гнездо очень даже такое красивое и уютное что касается госпожи скобеева я ее видел лично в страсбурге в кулуарах по сцене однократно и могу сказать что она абсолютно цинично и ни во что она не верит и прекрасно отдает себе отчет кто есть господин путин однако будучи я думаю там офицером фсб я ее называю подполковником штамм полковник кто-то меня на подполковник фсб выполняет свою работу так как она ее понимает алексей вот смотрите продолжает тему вот этих российских пропагандистов да кроме того что они подонки но они люди талантливые надо признать потому что то как они подают материал это талантливо у меня такой вопрос и я уверен в украине есть много талантливых журналистов и почему бы допустим украине не сделать своих будем так говорить пропагандистов как бы это слово не звучало которые бы отстаивали интересы украины и в россии и в европе и какой-то и в америке данный потому что потому что на это нужны очень большие ресурсы во-первых я против в принципе пропаганды в плохом смысле этого слова с какой бы стороны она не шла я за то чтобы журналисты говорили правду и доносили правду о событиях конечно украина могла бы это делать много более широко но нужно понимать что это требует серьезных вложений то есть российский пропагандистский ресурс он съедает сотни миллионов евро ежегодно телеканал и russia today и все эти сети бота фермы и по соловьевы скобеева может даже не сотни миллионов а может даже и миллиарды оценить это сложно учитывая еще масштабы воровства российского традиционного то сколько там уходит на эту машину денег даже сложно себе представить и украина и близко не имеет таких финансовых возможностей а даже те проекты которые украина запускала например был такой проект и навещание когда был украинский канал англоязычный который можно было там включить за рубежом где-то увидеть к сожалению с приходом к власти зеленского как это ни странного что он все такие человек из медийной сферы артист шоумен и он должен был был лучше других понимать значение информации однако к сожалению эти проекты были закрыты и сегодня украины фактически нет никаких вот таких ресурсов и инструментом украинского донесения правды являются позиции отдельных людей на моем например youtube канале 251 тысяча подписчиков что много и я приглашаю подписываться большее число людей если другие youtube каналами которые можно подписаться и получать правду и чем больше людей будут это делать тем больше правда будет распространяться алексей уже в нашей беседе вы упоминали имя алексея навального а какое ваше к нему отношение что вы видите в перспективе ну скажем допустим через несколько лет навальный становится президентом он человек неоднозначный как его фигура видится в украине что вы думаете о нем украине есть действительно неоднозначная фигура и делал совершенно неоднозначные заявления в том числе про крым что является для украины вопросом самым принципиальным и там есть и ворот это расхожая фраза что крым не бутерброд он правда сам уже не раз говорил о том что он там очень неудачно высказался что он сам признает я бы здесь не усложнял какими-то анализами сегодня навальный это такая ну не просто заноза это огромная проблема владимира путина все что является проблемой для владимира путина является это все хорошо для всего остального мира цивилизованного мира мира который старается хочет стать цивилизованным поэтому с этой точки зрения нужно поддерживать алексея навального его деятельности по разоблачению путинского режима какой он есть это первая часть вторая часть что украина вот семь лет назад происходила революция достоинства вернее вот она уже тогда фактически заканчивалась янукович сбежал и эта революция достоинства она была за ценности за ценности демократии прав человека свободы слова и это все те ценности которые попираются в ситуации с алексеем навальным когда правительство его собственной страны пыталась его убить когда спецслужбы его собственной страны вместо того чтобы его защищать как гражданина пытались его убить когда не им не удалось его убить они его сажают в тюрьму но это настолько вопиющая ситуация неважно кто господин навальный сторонник ты его или противник но сам факт вот такого попирания всех ценностей какие есть у здравомыслящего и просто христианина человека человека для которого какие-то нормы морали являются важными но они но она не может какой-то здесь быть ну двоякой трактовки поэтому она ситуация ужасная на наших глазах там тиран диктатор уничтожает человека человека смелого ну надо отдать должное возвращаясь в россию он понимал куда он возвращается и это тоже вызывает уважение что касается чтобы если навальный станет президентом я не склонен ни в ком найти чтобы ни в ком не разочаровываться нужно стараться меньше очаровываться поэтому я не очаровываю с господином навальным однако все таки считаю что деконструкция и разрушение путинского режима а именно только в случае разрушения путинского режима навальный может стать президентом это позитивно и для украины и для всего мира что будет после ну история к сожалению знает когда дракон до убив дракона вернее там рыцарь убив дракона становится драконом это такая притча многовековая сожалению не раз себя доказывав что это абсолютно не означает что дракона не надо убивать алексей а петр порошенко сегодня как политик и порошенко до выборов как президент это один и тот же человек или это уже два разных человека ну это безусловно один и тот же человек но это человек который потерпел достаточно серьезное поражение который его тяжело пережил и сделал из него уроки вы не свои уроки сделал свои выводы то есть конечно это один и тот же человек с одной стороны другой стороны можно сказать что это политик который приобрел ну совершенно другой опыт который меняет я думаю многие вещи в его восприятие если он опять баллотировался на пост президента что такая вероятность принципе существует вы бы как политик и как человек поддержали бы этот выбор или все-таки вы видите кого-то друг другого на этом посту я поддерживал петра порошенко на выборах четырнадцатого года я поддерживал петра порошенко на выборах девятнадцатого года и сегодня я нахожусь команде европейской солидарности в команде петра порошенко поэтому ответ здесь очевиден что касается того будет баллотироваться или нет это покажет только время это будет его личный выбор но сегодня опросы демонстрируют собственно говоря что петр порошенко и его политическая сила наша политическая сила европейская солидарность она самая быстро растущая по рейтингам в украине и сегодня как политическая сила мы уже вышли на первое место по социологии в украине а как кандидат в президенты петр порошенко уверенно находится на втором месте и его отрыв от действующего президента зеленского с каждым месяцем сокращаются это ситуация на сегодняшний день и чтобы дальше посмотрим алексей мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу и через пару минут вернемся оставайтесь с нами спасибо большое мы возвращаемся в программу политинформания радиостанция народная волна чикаго ее ведущие эдуард брумер и геннадий брумер а мы продолжаем беседу с украинским политиком депутатом верховной рады от блока европейская солидарность алексеем гончаренко алексей да да алексей добро пожаловать снова в нашу студию и вопрос такой персонаж анатолий шари как бы вы его описали для наших радиослушателей потому что он тоже как бы смотрится неоднозначной фигурой от восхищения до серьезного презрения но для меня он не просто презрение он не что этот человек который сознательно ведет антиукраинскую деятельность является одним из агентов российской информационной войны против украины не в то же время тоже достаточно явно демонстрирует свое такой цинизм когда критикуя запад и отстаивая продвигая российские нарративы человек жил то в нидерландах кто теперь живет под барселоной в особняке за несколько миллионов евро и вот оттуда вещает и промывает мозги ну даст можно сказать сотня тысяч людей потому что его youtube канал один из таких основных политических youtube каналов русскоязычного интернета и является он пропагандистом и и сознательно выполняет эту работу украинское общество сегодня насколько она консолидирована насколько западная украина и центральная украина может найти общий язык и как восточная украина да прошу прощения восточная украина и на ваш взгляд а является ли религия таким как бы объединяющим фактором а для украинцев для основной части украинского общества поправлюсь хороший вопрос что касается на 2 со второй части что касается религии я бы не сказал что сегодня религия является каким-то определяющим фактором в украинской политике есть одно из достижений петра порошенко как пятого президента то что при его активном участие украина православная церковь украины появилась на свет как признанная церковь признанная вселенским патриархатом и вселенским патриархом мы получили так называемый томас можно сказать и там называть проще указ о том что он такая церковь существует и она равная церковь среди церквей сестер православной церкви сербская грузинская болгарская греческая собственно говоря российская православная церковь рпц это не признает и в этом смысле существует конфликт в определенной мере в определенной мере между рпц российской православной церковью и ее отделением в украине которая себя называет украинская православная церковь и православной церковью украины которые вот получила признание Этот момент важный, я бы даже сказал, исторический факт того, что Киев возвращает себе свой статус, потому что это Киев, Третья Рима, не Москва, и христианство приходило в Восточную Европу через Киев, тогда, когда Москвы не было вообще, там было только болото при всем уважении. А Киев тогда уже принимал христианство и распространял его по всей огромной территории. Поэтому это факт исторической справедливости, он произошел, и это очень важно. Конечно, это имеет и геополитический аспект, но все-таки я бы не сказал, что религия является сегодня в какой-то мере определяющей для политической ситуации в Украине. Что касается, насколько украинское общество консолидировано, то есть, да, есть только власть, есть оппозиция, и это нормально, так и есть во всех демократических странах. А политическая сила, которая фактически стоит на позициях антиукраинских, одна, это так называемая партия, оппозиционная платформа «За жизнь», И то я бы даже сказал, что, скорее всего, на таких вот открыто антиукраинских позициях стоит не вся она, а ее часть во главе вот с господином Медведчуком. И эта политическая сила не набирает больше 15% ни на одних выборах. То есть, начиная с 2014 года ни на одних выборах в Украине, такие политические силы больше 15% не берут. Поэтому 15% это много или мало? Ну, с одной стороны, это, конечно, не мало, это, в общем-то, учитывая масштабы Украины, речь идет о нескольких миллионах людей. С другой стороны, это и немного, потому что 85% людей занимают позицию проукраинскую. Да, у них могут же это отличаться, это проукраинская оппозиция, кто-то поддерживает Порошенко, кто-то Зеленского, кто-то Тимошенко, кто-то еще кого-то. Но в целом они все признают Украину как государство и видят ее отдельной от России и европейской страной. Поэтому я бы сказал, что 85% дает возможность говорить о достаточно высокой консолидации не во всех европейских странах. И можно увидеть такую высокую консолидацию вокруг каких-то идей. Алексей, одним из главных защитников на российском телевидении вас является Иосиф Райхельгаусс, человек, родившийся в Одессе, яркий представитель театра и еврейской общины России. Хотел бы спросить, как вы видите отношения Украины и Израиля и каковы сегодня отношения в Украине к еврейской общине? Как вообще, учитывая историческое прошлое, непростое? Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, действительно Иосиф Райхельгаусс замечательный совершенно деятель искусства, одессит, народный артист России, главный режиссер Московского театра Школы современной пьесы. Человек, которого я имею честь знать лично. И действительно он занимает позицию такую антивоенную, выраженную в сегодняшней путинской России. Ну, это дорогого стоит, он об этом говорит открыто, свою позицию ни от кого не скрывает, а наоборот подчеркивает за это. Я могу его только поблагодарить. И он такой из плеяды таких деятелей российского искусства, как там Макаревич Лея, Хиджакова. Ну, можно этот перечень продолжать. На самом деле в нем много имен, там Виктор Шендерович и так далее. Людей, которые достойно держат вот эту планку людей искусства, они стали прислужниками путинского режима. За что и всем этим людям спасибо. Что касается отношений между Украиной и Израилем. Ну, они, мне кажется, такие, в общем-то, хорошие, дружественные. Никаких проблем в этих отношениях не видно. И слава Богу. Что касается вообще места еврейской общины в жизни Украины и отношения. Но тут не надо далеко ходить. Владимир Зеленский имеет еврейские корни. Собственно говоря, это никто не скрывает. Он был избран президентом Украины. Ну, в общем-то, не знаю, надо ли еще что-то говорить. То есть, очевидно, что никакого значительного антисемитизма в Украине нет вообще. Если украинское общество избирает президентом еврея, и никаких в этом проблем нет. Более того, в момент, когда Зеленского избрали президентом, премьер-министром Украины, фактически вторым лицом в стране был Владимир Гройсман, тоже человек, который является по национальности евреем. И потом он ушел в отставку, но несколько месяцев в Украине и президент, и премьер-министр были евреи. Поэтому очевидно, что никаких проблем антисемитизма сегодня в украинском обществе нет. Как серьезные проблемы. Безусловно, наверное, можно найти каких-то отдельных маргиналов антисемитов, как их можно найти в любой стране мира, но ни о каком тренде и значимом количестве в принципе речи нет. Украинская экономика, это понятно, что сегодня она испытывает проблемы, непростые времена. На ваш взгляд, что можно было бы сделать, какие-то первые шаги, может быть, не первые шаги, может быть, какие-то действия, которые бы дали возможность Украине становиться более надежной экономикой, а что для этого нужно, может быть, развивать какую-то область больше, допустим, там, тяжелую промышленность или какие-то еще сферы промышленности. Как вы думаете? Я считаю, что у каждой страны, как и у каждого человека, есть свои сильные стороны. И акцент надо делать на них. И развивать, в первую очередь, эти сильные стороны. Для Украины такими сторонами является сельское хозяйство. И для Украины такими сторонами является высокотехнологичная, например, космическая промышленность, IT-сектор. Вот те, ну и, безусловно, сфера транспорта, потому что Украина занимает очень важное транзитное положение. И это тоже значимое для нас направление. Если мы говорим о сельском хозяйстве, то я хочу обратить ваше внимание, что последние годы, не отдельный какой-то год, а годы, Украина вышла в пятерку мировых экспортеров по пшенице, кукурузе, ячменю, номер один в мире по подсолнечному маслу. То есть, по продукции сельскохозяйственная Украина является значимой частью мирового рынка и значимым игроком и гарантом продовольственной безопасности мира. Сегодня от продовольственной безопасности мира зависит очень многое. Я уверен, что продовольствие, это, грубо говоря, там, простите за сравнение, новая нефть. И это важнейший фактор. Кстати, еще одним таким крупнейшим игроком являются Соединенные Штаты Америки, как экспортер мировой. И я вообще считаю, отстаиваю идею создания зернового ОПЕК, это как по аналогии с нефтяным ОПЕКом, то есть клуба стран, которые являются значимыми экспортерами продовольствия. Эти страны вполне должны согласовывать интересы и влиять на мировую повестку дня. И у Украины для этого есть все, просто все предпосылки. Начиная от культурных культур, ну то есть для Украины земледелие, это что-то такое в корнях нашего народа, хлебопашцев, земледельцев. И продолжая там огромным ресурсом плодородных почв, причем мы можем наращивать очевидно наш потенциал, потому что мы еще далеки от оптимального использования новых технологий в сельском хозяйстве. И вторая сторона, это такая высокотехнологичная, это IT-отрасль, это космическая промышленность. Опять же, здесь у Украины есть огромный потенциал, и сегодня украинские айтишники работают на аутсорсе в основном, являются очень значимым фактором в мировых масштабах. Украина продуцирует интереснейшие стартапы, сформируется определенная среда, я бы так сказал. То есть этот уровень образования, он присутствует. Я не просто об этом говорю, я хочу это поддерживать. Сегодня в Украине реализовывается проект, мой проект, создание так называемых Гончаренко-центров в небольших городах Украины. Таких центров уже действует 10, от Лимана в Донецкой области до Черновцов и Ивана Франковска на Западе. И мы дальше будем расширять их количество в этих центрах. Мы бесплатно учим детей и взрослых английскому языку, финансовой грамотности, медиаграмотности, компьютерной грамотности. И я считаю, что, конечно же, наше будущее за человеческим капиталом, мы должны его развивать. Алексей, как вы знаете, мы беседуем с вами из города Чикаго, где существует очень большая украинская община. Есть украинская деревня. И эти люди значимы. Я надеюсь, что они сейчас нас слушают в прямом эфире. Также огромные общины, мощные, достаточно украинские, живут, работают в Канаде и в Австралии. Это общеизвестно. Что делает сегодня Украина для вот таких вот связей со своими бывшими гражданами или с теми, кто чтут украинскую культуру? И что для этих связей осуществляется на уровне правительства, может быть, парламент общественных организаций? Я витаю украинскую громаду Чикаго и других украинцев, которые сейчас нас слышат. Я пишусь тем, что наши украинцы собрали свою культуру, мову, традиции, звичайи там, на американском континенте. И можно сказать им только еще раз «Слава Украине». И, конечно же, для нас диаспора украинская в США и Канаде является частью нашего народа, которая помогает Украине и занимала всегда принципиальную позицию и во время наших событий революции оранжевой, революции достоинства. Очень диаспора помогала существенно Украине, особенно на старте российско-украинской войны, когда помогали и финансово, и политическим давлением на представителей власти США и Канады. И Канада, США и особенно Канада, являются просто такими адвокатами и помощниками Украины, за что огромная благодарность, и в этом огромная роль нашей украинской диаспоры. Что касается того, что делается, ну, Украина в контакте с диаспорой, вот буквально сегодня я общаюсь с вами и надеюсь, что меня слышат украинцы Чикаго, мне кажется, завтра у меня будет встреча, ну, онлайн, естественно, с представителями нашей диаспоры в Соединенных Штатах Америки, и мы поддерживаем эти связи и будем их поддерживать. Я, кстати, в жизни полдня провел в Чикаго в свое время, прекрасный город, очень красивый, и на самом деле очень интересный, ну, и значимый для одной из таких имен, которые знают во всем мире, поэтому мне приятно сегодня, что меня слышат жители Чикаго, и те, кто хотят, может быть, если меня сейчас слышат люди из украинской диаспоры, тем, кому не безразлично, Украина в целом или отдельные ее города, как там Одесса, Черновцы, Киев, Львов и так далее, мы всегда будем рады сотрудничеству с вами, партнерству в каком угодно направлении, я всегда открыт на моем Facebook, на YouTube, на всех платформах, буду рад с вами реализовать любые инициативы, вот приглашаю вас помогать нам в нашем проекте Гончаренко-центров, абсолютно бесплатных социальных проектов, образовательно-культурных, или в любом другом направлении, которое кажется для вас значимым. Алексей, взаимоотношения Украины и бывших, будем так говорить, соседей по Советскому Союзу, насколько они тесны, и экономически, и политически, и самый главный вопрос на сегодняшний день, взаимоотношения Украины и Республики Беларусь после известных событий в прошлом году. Я имею честь возглавлять межракционное объединение за демократическую Беларусь в украинском парламенте, мы его создали прошлым летом, до президентских выборов, но уже было очевидно, что это будут необычные президентские выборы в Беларуси, и что, собственно говоря, белорусский народ уже не хочет видеть Лукашенко во главе Беларуси. Так это и оказалось. Ответом со стороны Лукашенко оказались репрессии, благодаря которым, и благодаря поддержке Путина, он продолжает оставаться самопровозглашенным президентом Беларуси, потому что его никто не избирал, это всем очевидно, поэтому назвать его президентом легитимным нельзя, но самопровозглашенным президентом, который де-факто контролирует ситуацию в Беларуси, конечно же, он является. Это плохо, это плохо в первую очередь для народа Беларуси, это плохо и для остальных стран-соседей, поэтому мы сегодня координируем наши усилия в первую очередь с балтийскими странами, как странные соседи, то есть в Беларуси соседствуют Литва, Латвия, Польша, Украина, ну и Россия, ну про Россию все понятно, так вот мы взаимодействуем, вырабатываем какие-то общие позиции и надеемся, что все-таки вот этот демократический порыв продемонстрировал белорусский народ, он в конечном итоге победит, Беларусь станет на рельсе демократического развития, дальше выборы ее, но я уверен, что свободные граждане Беларуси выберут европейский путь, хочу видеть и надеюсь, что увижу при своей жизни и еще при светлой памяти, то есть не в отдаленном будущем и Украину, и Беларусь, частью европейской семьи, политической, то есть Евросоюза, считаю, что это наш стратегический путь, который уже прошли часть стран, с которыми мы вместе были в бывшем Советском Союзе, Литва, Латвия, Эстония. У Украины близкие взаимоотношения с Грузией и у наших народов, и у наших стран, нас ближает и российская агрессия против наших стран, Украины, сегодня тесное взаимодействие с Азербайджаном, с Арменией ситуация сложнее, потому что Армения во многом находится в сфере воздействия Российской Федерации, но понятно, что и в Украине живет много армян, и армянская культура является тоже значимой частью украинского государства. Я сам вот сейчас к вам включаюсь из Одессы, это означает, что это совсем недалеко от Молдовы, просто на границе практически, и это тоже страна нам понятная, близкая, там избран новый президент, и первый свой визит она осуществила в Киев, я думаю, что это правильный выбор. Вообще считаю, что Украина должна быть таким лидером Восточной Европы, для этого у нас есть весь потенциал, который нам нужно и просто реализовать. Алексей, а вот вы обещаете нам из Одессы. Одесса-мама до сих пор, как вообще сегодня выглядит город, и как бы вы его описали сегодня? Город выглядит, знаете, город похорошел, политика децентрализации, которая проводилась вот с 14-го года, после революции, и несмотря на войну, привела к росту местных бюджетов, что дало возможности местному самоуправлению по всей Украине вкладываться в дороги, в фасады, в ремонты, и это позитивно отразилось на Одессе. Конечно, в Одессе много и проблем, как и в любом большом городе, но в целом все-таки приглашаю всех приезжать в Одессу, тех, у кого тут есть корни, тех, у кого их нет, открыть для себя Одессу. Прекрасный, красивейший город, особенно с середины апреля по середину октября в сезон, мне кажется, один из лучших городов Европы, который можно посетить, и я не преувеличиваю. Понятно, что мы все хотим лучшего, с точки зрения экономики, понятно, что и Одесса хочет развиваться активнее, интенсивнее. Нас очень сдерживает, конечно, та война, которая ведется против Украины, потому что война отпугивает инвесторов, война, ну, вообще война накладывает свой отпечаток. Вот еще один наш земляк сегодня погиб на Донбассе, был убит российскими наемниками и российскими солдатами. Еще один земляк и уроженец Одессины. Поэтому все мы ждем и надеемся, что Украина восстановит свою целостность, война отойдет в прошлое, и мы сможем развиваться намного более интенсивно. Алексей, любимым фильмом нашего детства с братом был фильм «В бой идут одни старики». Мы очень любили такого писателя, Павла Загребельна, который написал великолепный роман Роксолана. Вот в конце нашей передачи. То есть я уже не говорю про украинских актеров и Николая Лялина, и Богдан Ступко, и очень много Мирошниченко был, такой замечательный актер, Лев Перфилов. На сегодняшний день какой ваш любимый украинский фильм, то есть студии Довженко и украинский писатель? Илья Альбович. Хороший вопрос. Если мы говорим о... Знаете, мне очень близок сегодня, конечно, Стус. Это украинский поэт замечательный, который жил в Советском Союзе. И, к сожалению, в Советском Союзе он был, ну, де-факто советским режимом замучен. И его творчество, ну, на самом деле, очень-очень мощное. Если мы говорим о... вообще в целом о культуре, то у нас вот буквально послезавтра мы празднуем 150-летие Леси Украинки, тоже совершенно замечательной поэтессы и значимой. Вообще, Украина, ну, в Одессе родилась Анна Ахматова, которая писала на русском языке, является великой русской поэтессой, но при этом вот родилась в Одессе. Вообще, Одесса дала миру такие имена, и Жванецкий, и Олеша, и Багрицкий, и целую школу, и Плеяду, и мы их можем с полным правом относить и к украинским деятелям искусства. Поэтому даже выделить кого-то сегодня одного, я думаю, это было бы неправильно. замечательный Юрий Андрухович, Светлана Алексеевич, которая белорусская писательница, получившая последнюю из Восточной Европы Нобелевскую премию, она родилась в Ивано-Франковске. Вы вспоминали Роксолану, она родилась в городе Рогатин, тоже Ивано-Франковской области. Поэтому Украина, ну, на самом деле, это страна, которая дала миру, это земля, которая дала миру множество имен и в истории, и в искусстве, и в культуре, сколько имен еврейской культуры связано с Украиной и являются выходцами из Украины. В Одессе появилось общество Филики Этерия, которое, собственно говоря, строит исток современной независимой Греции. Я прошу прощения, я вынужден вас прервать. Я тоже могу говорить бесконечно, я понимаю, что это нужно закончить, поэтому у нас огромное наследие, и давайте вместе о нем помните его развивать. Огромное вам спасибо за это интервью, мы желаем вам здоровья, мира, благополучия, оптимизма и украинскому народу, чтобы закончилась война. Берегите себя всего самого наилучшего. Всего самого всего. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова